приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы качота один из самых известных итальянских полутвердых сычужных сыров закрытой структурой качота вырабатывается практически по всей территории италии из коровио козьего овечьего и даже буйволиного молока качота имеет небольшие головки в переводе с итальянского качота означает сырок традиционно головки делаются в диаметре от 15 до 20 сантиметров и высотой от 5 до 10 сантиметров этот сыр имеет огромное количество вариаций на нашем канале есть рецептуры приготовления качоты в обсыпки из итальянских прованских трав и черного перца с наполнением с оливками со сладким наполнением сухо сухофруктами на самом деле вариации очень большое количество качота очень интересный сыр для начинающих сыроделов если вы хотите сварить свой первый сычужный сыр то именно с качоты мы всегда рекомендуем начать и собственно говоря мы сейчас с вами приготовим качоту подробно разберем все этапы приготовления так чтобы у вас не осталось никаких вопросов и есть еще один большой плюс для начинающих качота будет готова уже через пять-семь дней после приготовления вы сможете подать ее к столу но помимо свежей качоты или качоты дольче можно готовить качоту с разными степенями выдержки мы сегодня сделаем три головки сыра одно вскроем и продегустируем через неделю вторую будем выдерживать месяц а третью оставим на три месяца и также через три месяца продегустируем именно это свойство качоты делает ее очень удобной и классной для коммерческого крафтового сыроделия все дело в том что вы можете наварить какое-то количество сыра и не переживать что его вам надо быстро продать что он у вас испортится то что вы не продали сегодня если вы возите сыры на ярмарке или у вас небольшой магазинчик то что вы не продали сегодня вы можете продать завтра а также можете сложить сыр в камеру для созревания сыров и он у вас будет созревать то есть вы можете наварить какое-то количество и продавать в процессе просто имеющегося спроса а не переживать что у вас что-то пропадет свежая качота отличный бутербродный сыр также она очень хорошо плавится поэтому идеально подходит для пиццы для пасты для ризотто и для многих других блюд в качестве кулинарного сыра выдержанный сыр имеет более интересный вкус более яркий и более глубокий поэтому его уже можно вполне себе классно использовать для сырной тарелки в общем друзья мы начинаем готовить три небольшие головки качоты вот такие вот у нас они будут килограммовые из небольших небольших формочек они очень классно подходят для качоты они очень классно подходят для начинающих и они стоят вообще три копейки при том эту форму можно использовать как для обычных самопрессующихся сыров так и под небольшой пресс помимо этого от свертывающий фермент микробиальный термофильную закваску просто обычный термофильный стриптокок и также мы будем использовать хлористый кальций для по той причине что мы готовим из пастеризованного молока что касается пастеризации молока тут есть некоторые отступления если вы хотите готовить качоту дольче то есть свежую качоту не заморачиваться с выдержкой и планируете слопать ее в течение ближайшей недели тогда с пастеризации молока можно особо не заво не заморачиваться но это в том случае если вы уверены в происхождении молока если вы как минимум знаете фермера и понимаете что он чистоплотен если сыр будет подвергаться более длительной выдержки созреванию а также если у вас есть сомнения в молоке тогда его лучше пастеризовать мы сегодня это делаем в сыроварне полного цикла нашей с ларисой разработки и нашего же производства на сегодняшний момент мы производим сыроварне объемами от 10 до 110 литров это крафтовые сыроварни которые рассчитаны на квартирные условия не начиная с квартирных условий и заканчивая небольшими к вы крафтовыми сыроварнями крафтовыми фермами то есть 110 литров это уже все-таки фермерская сыровар не полностью автоматизированы имеют вот такой вот контроллер сенсорным экраном и пастеризация в данном случае у нас сейчас проходит полностью автоматическом режиме ссылочку на наш сайт на котором можно купить сыроварню с доставкой в любую страну мира вы найдете в описании ролика но собственно говоря в описании ролика будет и ссылка на плейлист на нашем канале там где есть обзоры всех сыроварен очень подробные обзоры обзоры о том как ее распаковать как ее запустить первый раз как за сыроварней ухаживать в общем все это собрано в отдельном плейлисте на нашем канале для вашего удобства также на нашем сайте craft store в разделе текстовые рецепты вы найдете расписанный текстовый пошаговый рецепт по приготовлению качоты там все очень тщательно и подробно расписано включая ингредиенты необходимые дать еще раз повторим термофильная закваска молокосвертывающий фермент в любой форме хлористый кальций помимо сыроварней из оборудования нам понадобится ковшик шумовка конечно же формы дренажная ткань или сырная ткань или сетка серпянка нам понадобится потому что как я говорил в начале видео сыр с закрытой структурой это значит у него нет глазков а если у него нет глазков это значит формировать головку надо под слоем сыворотки чтобы не образовались механические глазки но мы с вами все это сегодня очень подробно пройдем помимо этого нам понадобится но или лиры для нарезки сгустка кстати лиры сейчас уже идут в комплект нашей сыроварни это не опция это все полная комплектация помимо этого в комплект идет вот такая вот сырная книжка для откройся для слива сырного зерна итак друзья давайте коснемся несколько слов пастеризации так как этот сыр для начинающих то мы предположим что у вас еще нету сыроварни но вы ее наверняка в ближайшее время купите и так у вас нет сыроварни вы сооружаете воды водяную баню вот ее схема вот такую вот конструкцию из двух кастрюль варить просто в кастрюле я крайне не рекомендую и на водяной бане дальше производите все действия то есть наружная кастрюля у вас стоит на источнике нагрева на плите или на газу неважно на индукционке а во внутренней кастрюле вы готовите свой сыр домашняя мягкая пастеризация выглядит следующим образом нагреваем молоко до температуры 65 градусов выдерживаем паузу 15 минут после этого охлаждаем молоко до температуры 37 38 градусов с кастрюлями это очень удобно вы извлекаете внутреннюю кастрюлю и ставите ее допустим в тазик или в раковину с водой удобнее в раковину потому что в раковине можно поменять воду для быстрого охлаждения таким образом готовите молоко если вы хотите его пастеризовать если же вы готовите качото дольче и не собираетесь пастеризовать молоко то просто на водяной бане нагреваете молоко до 37 38 градусов и мы с вами в следующем шаге приступаем непосредственно приготовлению сыра у нас за кадром произойдет автоматическая пастеризация после пастеризации у нас всегда образуется пенка тщательно и и снимаем с помощью лучшего девайса любого сыровара шумовки после чего стабилизируем молоко по кальцию если вы используете не пастеризованное молоко то эта процедура опционально если используете пастеризованное то обязательно вносить 10 процентный раствор хлористого кальция из расчета 3-4 миллилитра 10 процентного раствора на литр молока вносим раствор хорошенько перемешиваем сейчас реверс еще включим чтобы она смешалась получше далее вносим термофильную закваску прямого внесения порошок закваски рассыпаем по поверхности молока даем регидратироваться 3-4 минуты после чего хорошенько перемешиваем и оставляем молоко созревать на 45 минут при этом поддерживаем температуру 37 38 градусов также на этом этапе опционально можно внести телячью липазу мы не вносим это несколько изменит вкус качеты то есть это можно сделать но не обязательно по окончании процесса созревания молока можем вносить молокосвертывающий фермент фермент в любой форме независимо от того в сухой форме или в каплях за пять минут до внесения разводим в 50 миллилитрах кипяченой воды охлажденной до комнатной температуры вносим термин и хорошенько перемешиваем я увеличил обороты мешалки для того чтобы перемешать фермент после чего снимаем мешалку она нам не понадобится на время ферментации засекаем время включив секундомер или просто засекаем время на часах и мы будем определять точку начала образования сгустка или точку флакуляции это нужно для того чтобы рассчитать время ферментации сгусткой и время образования сгустка помещаем на поверхность молока капроновую крышечку простерилизованную кипятком она совершенно свободно крутится каждые 2-3 минуты проверяем крышечку важно засечь время через семь минут имеем вот такой вот эффект крышка прилипла к поверхности молока это значит наступила точка флакуляции мультипликатор или временной коэффициент для качеты два с половиной умножаем всем на два с половиной получаем примерно 20 минут соответственно на оставшееся количество минут то есть в нашем случае на 13 оставляем сгусток созревать при этом поддерживаем температуру 38 градусов после чего можем приступить к нарезке зерна лира нам здесь не подойдет потому что нам нужны достаточно крупные кубики примерно по два сантиметра вот таким вот образом нарезаем ножом сгусток вдоль и поперек на примерно 2 на 2 сантиметра вот такие вот сегменты после чего дадим сгустку отдохнуть в течение пяти минут через пять минут столбики вот так вот отделились между ними выступила сыворотка и сам сами столбики немного просели над ними также выступила сыворотка дальнейшую нарезку проведу с помощью лиры таким вот образом нарежу все это горизонтально можно также делать ножом вводя его под 45 градусов но это значительно дольше оставляю еще на пять минут после чего нам необходимо приступить к сушке зерна делается это следующим образом берется шумовка и в течение 25 минут проводятся вот такие вот манипуляции в процессе вымешивания зерно теряет сыворотку но у меня есть волшебный девайс под названием мешалка зерна которую я могу незамедлительно установить в сыроварню подключить контроллеру переставить сюда щуп термометра который будет поддерживать температуру и запустить вымешивание на 25 минут первый этап делаю на небольшой скорости минут через десять скорость немного увеличу таким образом 25 минут в реверсном режиме кстати я включил реверс нет конечно не включил в реверсном режиме мешалка у меня будет самостоятельно вымешивать зерно конечно же я буду следить и если вдруг где-то зерно начнет слипаться то помогу мешалки шумовочкой но тут вроде все хорошо попутно смотрим если где-то есть большие куски зерна то можно их также шумовочкой немножко уменьшить в результате сушки мы получили вот такое вот зерно останавливаем процесс вымешивания и даем зерну немножко осесть нам надо удалить сыворотку для удобства работы с зерном если вы варите качету в кастрюле то делаем следующим образом вот так вот через дуршлаг удаляем нужное количество сыворотки у меня же есть немножко другой метод возьми пожалуйста ловись я разведу сырное зерно с помощью сырной книжки от крана слива вот таким вот образом и солью нужное мне количество сыворотки подставляю дуршлаг опять же таки потому что вот здесь вот в сливе есть небольшое количество зерна я его конечно же верну вовнутрь сырование для наглядности я буду формировать головки в этой кастрюле с теплой сывороткой обычно я это делаю в сыроварне в сыроварне значительно удобней но очень неудобно показывать из-за высоких бортиков застилаем форму дренажной тканью переносим форму зерно вот таким вот образом немножко с горкой по той причине что она осядет и мы будем до заполнять эти формы накрываем поршнем и быстренько переносим под слой сыворотки таким образом у нас зерно будет прессоваться без воздушных пузырьков и соответственно не будет не будет глазков вообще по хорошему это конечно надо делать вот так вот прямо в сыворотке таким образом наполню все формы и что-то я уже вижу что трех форм мне не хватит немножко приминаем и отправляем самопрессоваться под слой сыворотки на 10 минут через пять минут головки сыра немножко просели поэтому могу до заполнить формы у меня тут осталось совсем чуть-чуть остаточки зерна и вот прямо под слоем сыворотки собираю эти остаточки и до заполняю формы сейчас пока на то что головка у нас получается не совсем ровная не смотрим это не имеет никакого значения ровным счетом впоследствии мы все выровняем оставляем еще на пять минут вот таким вот образом прессоваться после чего могу слить остаток сыворотки и заодно собрать остаток зерна для того чтобы дополнить его формы если вы это варите в кастрюле то соответственно сливаете любым доступным способом просто извлекаете на несколько минут формы и переворачиваете кастрюли а сама водяная баня нам еще понадобить из сыворотки которую мы слили мы готовим итальянский сывороточный сыр рикотту видео как его приготовить есть у нас на канале мы вам завтра покажем сколько рикотты у нас получилось а мы продолжаем работать с качотой следующий процесс называется стуфатура по сути переводе с итальянского стуфатура это теплая комната в данном случае теплая камера точно точно также сыровары называют процесс дальнейшего закисления качоты в процессе стуфатуры продолжают работать стриптококи то есть наша термофильная закваска и продолжает выделять соответственно повышать кислотность и поглощать молочную лактозу этот процесс будет у нас длится полтора часа и мы готовы к первому перевороту головок извлекаем их из теплой камеры кстати у меня из сыроварни постоянно сливается лишняя сыворотка через кран слива если вы делаете это в кастрюле то под формочки стоит подставить вот такие вот решетки для того чтобы они формочки имеется ввиду не плавали в сыворотке первый переворот делаем аккуратненько потому что головки еще достаточно нежные чтобы их не разрушить но при этом сложно и разрушить но постараться в общем долго ли умеющий помещаю сверху дренажный коврик сверху поршенечек и отправляю в теплую камеру эту процедуру мы проводим по следующему регламенту первые полчаса переваря переворачиваем к отчету каждые десять минут после этого в течение часа перевернем ее еще два раза этого будет достаточно для того чтобы поднялась кислотность и сыр получил сейчас я на рукожоплю это сто процентов и сыр получил правильные вкусовые характеристики как раз головки у нас получаются такие как у настоящей качеты маленькие настоящий сырок давайте повторим друзья еще раз первые полчаса переворачиваем головки каждую десять минут то есть три раза далее за следующий час два переворота и встречаемся с вами через полтора часа да и самое главное в теплой камере мы поддерживаем температуру 38 40 градусов у меня сыроварня делает это в автоматическом режиме если готовить от кастрюли то соответственно измеряете температуру воды в водяной бане и поддерживаете ее где-то в районе 50 градусов это и даст ориентировочную температуру в самой теплой камере 38 39 градусов через полтора часа незамедлительно продолжаем продолжать для этого извлекаем наши головки из стуфатуры из теплой камеры умничать на самом деле каждый может нас помимо четырех головок получилась вот такая вот еще одна экстра головка у меня для нее не хватило формы поэтому я ее сделал в корзинке и и и оставляю в дренажной ткани чтобы она хоть как-то сверху положу дренажный коврик чтобы она хоть как-то прессовалась все же остальные качеты которые у меня форм очках я извлекаю из дренажной ткани таким вот образом и помещаю непосредственно форму головки очень мягкие и пластичные им надо теперь остыть при комнатной температуре а в форме они хорошенько загладиться точно также оставляю их форме и первые два часа буду головку переворачивать каждые полчаса для того чтобы она именно загладилась и стала более-менее гладенько гаденько гляденько после этого оставлю головки также при комнатной температуре формах на ночь давайте еще с одной проведем такую процедурку вот так вот выглядит качета завтра будем заниматься засолкой в общем я все остальное делаю за кадром надеюсь что объяснил понятно на следующее утро незамедлительно продолжаем продолжать в первую очередь рикотта у нас получилось почти килограмм рикотты это к вопросу сыворотки далее извлекаем головки и конечно же их взвесим во-первых интересно узнать о выходе сыра 650 грамм и во вторых вес нам нужен для расчета времени засолки я сейчас взвешу остальные они плюс-минус одинаковые 680 грамм следующее 660 грамм глаз алмаз четвертая головка 645 грамм в общем средний вес головки 650 грамм и еще за неимением формы у нас оставалось зерно мы произвели вот такую недоголовку тут 416 грамм и того из 25 литров молока у нас получилось 3 килограмма сыра следующий этап в нашей работе это засолка для этого готовим концентрированный соляной рассол 4 литра воды добавляем килограмм соли доводим до кипения охлаждаем до температуры 10 градусов процеживаем через несколько слоев марли добавляем 1 грамм сухого хлористого кальция и одну столовую ложку уксуса засаливаем к счету из расчета 4 часа на полкило то есть у меня в моем случае будет пять с половиной часов засолка каждой головки засолку проводим при температуре 10 11 градусов они сюда еще не помещаются в этот контейнер за время засолки нам надо сейчас буду искать другой контейнер нам надо головки несколько раз перевернуть таким образом чтобы она видите если при оставить она плавает и верхняя сторона не засаливается нам надо перевернуть ее несколько раз таким образом чтобы одинаковое количество раз каждой стороной головка сыра находилась в рассоле ну и через 6 часов мы с вами встретимся и продолжим по окончании расчетного времени засолки к счету и приступаем к следующему этапу обсушка обсушку желательно проводить при следующих условиях относительная влажность не меньше 70 процентов температура 10 градусов процесс обсушки занимает от 1 до 2 дней такие небольшие головки вполне возможно что обсохнут и за один день почему нужно более высокая влажность чем облажность обычного холодильника по той причине что если к счету начнет сохнуть при более низкой влажности верхние слои будут высыхать значительно быстрее и головка может потрескаться поэтому мы перед переместим ее в климатическую камеру если нет климатической камеры то как минимум в холодильник но чтобы он был не ноу-фрост ноу-фрост очень сильно сушит воздух и соответственно сыр будет высыхать совершенно неправильно помещаю головки вот на такую дренажную поверхность и на об сушку их в климат камеру утром и вечером каждый день переворачиваю головки чтобы они сохли равномерно и через два дня мы с вами встретимся через два дня качета фреско или молодая качета готова к употреблению можно ее выдержать еще три-четыре дня она немножко изменит вкус но обычно мы зарезаем качету после сразу же после обсушки то есть вкус молодого сыра практически не изменится поэтому я вам сейчас покажу разрез вот такой вот срок на разрезе теперь нарежем ломтики вот таким вот образом и продегустируем сыр эластичный как видите и практически закрытая структура несколько механических глазков у меня все таки получилось браком это назвать ну как бы особо нельзя аромат молодой сыр имеет очень нежный и но такой деликатный скажем так пахнет он молочком и немножко весенним логом то есть есть легкий цветочный аромат вкус сейчас расскажу вкусный вкус вкусный реально получилось очень классно главное что она не скрипит это значит все процессы прошли правильно так вот вкус также очень нежный очень нежный сливочный вкус слегка сладковатый сыр совершенно без кислинки то есть он вот есть люди которые не любят кислые сыры качета как раз для вас она совершенно без кислинки этот сыр отлично подойдет на бутерброды также как я уже говорил в начале видео материала идеально плавится поэтому хорошо подойдет для бомж бутербродов а именно горя вернее бомж пиццы а именно горячих бутербродов я такие очень любил в детстве когда приходил со школы с обычным магазинным сыром и с кетчупом делал себе такую бомж пиццу так вот подойдет для пиццы конечно же для пасты и для сырной тарелки но у нас еще есть три головки качеты и мы в этом же видео хотим ее немножко выдержать или состарить в течение одного месяца двух месяцев и четырех месяцев для этого нам необходимо произвести некоторые действия для дальнейшего созревания качеты мы будем формировать натуральную корочку обтирая его оливковым маслом также можно покрыть сыр любым из доступных вам покрытий можно покрыть натуральным воском кстати у нас на канале есть видео там где мы рассказываем как сделать хорошее восковое покрытие из пчелиного воска совсем уж натуральная также можно покрыть латексом либо же я крайне рекомендую использовать водно-полимерное покрытие паракот или поликоберт зависимости от страны в котором она продается это покрытие продается под разными торговыми марками она не имеет характерного латексного химического запаха если вам интересно можете попробовать покрытие очень классная только им я и пользуюсь последние несколько лет формируем корочку по следующему регламенту вот сейчас обмазываем поместим его в климатическую камеру чуть позже расскажу о условиях далее эту процедуру повторяем первый месяц каждую неделю при этом раз два дня головки сыра переворачиваем через неделю вернее через месяц мы одну с вами зарежем а обтирание оливковым маслом будем делать уже раз две недели также если на головках сыра будет появляться плесень из-за повышенной влажности ее можно вытереть вот точно также марлечкой с оливковым маслом вот прям затереть и все будет хорошо в общем я сейчас обмажу третью и мы с вами перейдем к следующему этапу который собственно говоря и является созреванием сыра проходить вся эта ситуация будет у нас климатической камере при температуре 10 11 градусов и относительной влажности 75 80 процентов друзья если у вас нет еще климатической камеры можно эту процедуру проводить в пищевом контейнере в холодильнике желательно чтобы холодильник был не ноуфрост но в любом случае через какое-то время если вас увлекут сыры вы придете к тому что захотите иметь свою климатическую камеру типа вот этой вот в описании ролика вы найдете ссылочку на плейлист на нашем канале там есть пять видео в которых я рассказываю как обычный бытовой или вот такой витринный холодильник переоборудовать в полноценную климатическую камеру также в описании ролика будет ссылочка на наш сайт craft store где в разделе открытые проекты вы найдете электрическую схему контроллера который собран из запчастей с алиэкспресс а также ссылки на алиэкспресс для того чтобы вы могли заказать запчасти и самостоятельно собрать контроллер если неохота заниматься со сборкой и заморачиваться или не хватает знаний можно приобрести готовый контроллер у нас с доставкой в любую страну мира помимо самых дешевых контроллеров из китайских запчастей мы также производим два контроллера нашей собственной разработки которые являются по сути профессиональными контроллерами то есть вы получаете полноценную климатическую камеру с поддержанием температуры с контролем влажности с увлажнением и с осушением с проветриванием с внутренней циркуляции и возможностью кварцевания камеры в случае если вам надо ее обеззараживать самая дорогая версия контроллера имеет web-интерфейс и соответственно вы со смартфона или удаленно с компьютера можете контролировать ситуацию вашей климатической камере и полностью управлять всеми процессами я же помещаю к счету в нашу камеру у нас тут много чего интересного созревает хочу вам доложить в том числе несколько пармезанов которые созревают до полутора лет и собственно говоря как как я выше рассказал буду ухаживать за к счетой то есть об обмазывать ее оливковым маслом и соответственно переворачивать и мы с вами будем ее дегустировать через месяц через два месяца и через четыре месяца также сказал ларис вот так на самом деле можно и 6 месяцев выдержать сколько у вас хватит той самой выдержки ну вот я такой регламент предложил хочу вам показать результаты на разных этапах созревания и также рассказать о вкус и ароматических качествах качеты уже не только молодой а и созревший до встречи в следующем кадре господа прошел месяц наши три качеты вызревают одновременно естественно и пришло время для очередной промежуточной дегустации сейчас мы с вами разрежем и попробуем качету с выдержкой в месяц посмотрите какое сырное тело красивая появилась корочка которую мы формируем с помощью оливкового масла само сам сырочек еще очень мягкий эластичный собственно говоря давайте сейчас я его попробую и расскажу как изменился вкус по аромату это все та же качета нежный сливочный аромат не менее нежное тело сыра но вкус уже начал меняться появились сладковатые нотки в послевкусие вкусняшка реально вкусняшка и мы продолжаем наш эксперимент у нас еще остался два месяца качета и 4 месяца качета поэтому до встречи через месяц друзья прошлый кадр я снимал 21 февраля 2023 года качеты отправились на созревание а через три дня началась война качеты созревают и до сих пор тем самым проводится единственный в истории эксперимент по получению экстра драй качеты то есть это будет сыр качета который не подразумевает длительную выдержку с длительной выдержкой результат будет в отдельном видео сразу же после окончания войны наш сыр созревает и тем не менее я уверен что он получится вкусный и классный друзья на сегодняшний день мы полностью восстановили работу нашего интернет-магазина и также производство по производству сыроварен прессов контроллеров для климатических камер в общем всего оборудования которое мы выпускаем все это доступно на нашем сайте craft store ссылочка на сайт конечно же как обычно в описании ролика любое оборудование вы можете купить с доставкой по украине при этом при заказе сыроварен доставка будет бесплатная также друзья каждой сыроварни вы получите набор ферментов и заквасок для первой варки сыра что немаловажно вы сможете проэкспериментировать не тратить на это не время ни деньги также мы осуществляем доставку наших сыроварен во все страны европы в америку в канаду в израиль и в некоторые страны по запросу поэтому ждем вас на нашем сайте craft store там где мы собрали огромное количество товаров для домашнего крафта помимо этого у нас есть библиотека до онлайн библиотека в которой собрано большое количество книг в том числе по сыроделию обязательно перейдите по ссылке в описании ролика ну и конечно же мы с вами ждем окончания войны и окончания эксперимента под названием экстра старая качета друзья спасибо за внимание оставайтесь с нами всего доброго пока